Ну а ранее в Мурманской области Владимир Путин посетил завод, где производят линии сжижения природного газа. Президент дал старт отправке первой такой линии по северному морскому пути на Ямал. С места события репортаж Никеин Ковой. Мы находимся на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Это первый в мире завод по серийному производству линий сжижения газа на основании гравитационного типа. Что это такое? Фактически это плавучие платформы. Вот вы видите, одно такое у меня за спиной. На нее устанавливают технологические линии по сжижению газа. И вот такой получается плавучий СПГ-завод, который можно отбуксировать по воде к нужному месту. Проект реализует компания «Новотек». Центр строит линии сжижения газа на основании гравитационного типа для проекта «Арктик-СПГ-2». Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений посетил президент Владимир Путин. Он осмотрел цеха предприятия. А еще принял участие в церемонии отправки первой линии общим весом 600 тысяч тонн. Участвующих в выводе из дока первой технологической линии начать движение. Сколько по времени? Три недели. Эту линию отбуксируют по Северному морскому пути к месторождению «Утренние» на полуострове Гэдан. Это и есть сердце проекта «Арктик-СПГ-2». Там к ней будет подключен газопровод и начнется работа по сжижению газа. Также президент провел совещание, где высоко оценил значимость рынка СПГ для России в целом и важность развития таких проектов, как «Арктик-СПГ-2» в частности. Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики. Позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ. Позволяют развивать смежные отрасли. И первый проект был успешно реализован и работает. Есть теперь все основания полагать, что и второй «Арктик-СПГ-2» тоже будет реализован в срок и с нужным качеством. Также президент заявил, что загрузка Северного морского пути постепенно будет расти, и для движения по этому маршруту понадобятся ледоколы самого большого класса. Но что касается Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, то он не имеет аналогов в мире. Его ввели в эксплуатацию в 1922 году, и благодаря проекту было создано около 100 тысяч рабочих мест по всей России. О значимости завода по строительству заводов, как его назвал сам председатель правления «Новотека» Леонид Михельсон, также этот проект оценил высоко вице-премьер Александр Новак. Для российского рынка и для Мурманской области очень важно ЦСКМС, завод по строительству заводов. Это на сегодняшний день до 20 тысяч рабочих мест постоянно здесь на площадке. Сотни, по нашим оценкам, где-то до 600 предприятий в России, с которыми мы заключаем договора. И по нашим оценкам, количество рабочих, задействованных на выполнение наших контрактов, составляет тоже более 100 тысяч человек. Завод, который построен в Мурманской области, здесь, это уникальный объект, которого нет в мире. И он призван для того, чтобы реализовывать крупномасштабные проекты для строительства заводов по сжижению газа. То есть это, как сказал сегодня президент, завод по производству заводов. И действительно вызывает огромное уважение тот труд, который, тот профессионализм, который еще раз подтвердила компания «Новотек». Проект «Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трех технологических линий по производству СПГ на основании гравитационного типа мощностью 6,6 миллионов тонн в год каждая. Ресурсная база этого проекта – месторождение «Утреннее», расположенное на полуострове ГДАН. Применение в проекте оснований гравитационного типа плюс обширная локализация производства оборудования и материалов в России позволят существенно снизить капитальные затраты на тонну производимого СПГ. А значит, будет обеспечена низкая себестоимость производимой продукции и, соответственно, максимальная конкурентоспособность на всех рынках СПГ. Плюс, благодаря новейшим технологиям существенно снижается воздействие на окружающую среду.